Здравствуйте, дорогие одесситы! Добрый вечер, Медиа-Информ в эфире. Мы продолжаем говорить о том, что наступила политическая осень в городе Одессе. У меня в гостях Александр Анатольевич Остапенко. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Я так понимаю, что те события, которые сейчас разворачиваются в Одессе, это какая-то преамбула. Видимо, все-таки ситуация близко к революционной. Верхи не умеют управлять этой страной, это очевидно. Накопилось много противоречий, а народ оказался вроде как лишним. Очень много голодных, очень много обездоленных, очень много людей, которые негодуют. В то время как власть продолжает жить хорошей такой коррумпированной жизнью и периодически провоцирует тем самым взрыв народного гнева. Насколько эта ситуация управляема и что нам ждать от ближайшей осени, с вашей точки зрения? Нетрудно оценивать степень управляемости нынешней политической ситуации. Очевидно, что если вы сказали о политической осени, то политическая осень характеризуется сезонными обострениями. Это обострение очевидно и в Одессе. Видно по нападениям на активистов, видно по действиям людей в отношении дома-стены и другие достаточно радикальные выступления. Я бы перефразировал несколько слов от Цицерона, который говорил, что закон суров, но это закон. То есть закон должен выполняться в таком контексте. У нас ситуация несколько другая. У нас следовать законам совершенно не обязательно при всей их суровости. И это порождает чувство несправедливости и желание эту справедливость восстановить путем таких радикальных действий. Как для меня, так очевидно радикализация настроений и людей, и граждан, собственно говоря, и общественных организаций. Человек не может правды добиться. Да, потому что и это следствие вялых реформ, прежде всего. Вялых реформ во всех сферах, в том числе и в экономике. Ну, совершенно очевидно, что надо быстро, срочно реформировать прежде всего судебную систему. Она уже целый год на повестке дня и в этом плане практически ничего существенно не сдвигается. Почему? Потому что когда человек не может добиться справедливости, он склоняется как раз к такому радикализму. И мы это видим. И это полка о двух концах. С одной стороны, я мог бы говорить о том, что, ну и здорово, что гражданское общество идет впереди власти и принуждает ее меняться. А с другой стороны, это процесс очень трудноуправляемый. Я абсолютно с вами согласен, что если это выйдет из какого-то там здорового глузда и, ну там, такого управляемого режима, то это может перейти в откровенные бунты, при том, что, ну, очевидно, власть слабая, да, власть слабая. И власть пока сегодня не нацелена на какую-то такую стратегическую перспективу, которая бы давала людям надежду. Ну, вроде, с одной стороны, надо проводить реформу, это назрело. Но эти реформы опираются и должны опираться на непопулярные методы. А это другой аспект, а это другой аспект социальной проблемы. Юрий Ильич, ну, как мне кажется, это другой аспект социальной проблемы. Она заключается в том, что там в нас, в гражданах, да, очень много было ожиданий, да, которые не оправдались, с одной стороны. А с другой стороны, мы сами не хотим меняться. Почему? Потому что у нас ожидания такие еще, извините, совдеповские, да, когда мы думаем, что государство должно прийти и нам дать. Вот. А суть в том, что надо взять и заработать, да, и в этом смысле нам самим надо меняться, как избирателям, как гражданам нашей страны. И в этом великая проблема. С другой стороны, понимаете, вот если люди не видят во власти реализации своих чаяний и там стремлений, да, то власть становится слабой, потому что люди перестают ее поддерживать. Вот в этом смысле. Дело в том, что она настолько автономна в обычной жизни, не в выборный период, она чрезвычайно автономна и стремится быть все более автономной. Поэтому, когда выборами... Эта пирамида в любом случае раскачивается от основания, от гражданских протестов, от недовольства, прежде всего, гражданами, властью, да, и когда эта пирамида начинает раскачиваться, наверху очень трудно усидеть. Это все понимают. Но верха уже выбрали интонацию, типа, ребята, не раскачивайте пароход, у нас на самом деле враг у ворот. Нам надо мобилизоваться, потому что у нас враг, а те, кто выступает против нынешнего правительства, это пособники Кремля. Вот я вижу эту интенцию, почему она усиливается. И это правда, да, и, собственно говоря, это, опять же, имеет две стороны. Да, действительно, враг у ворот, но это не значит, что можно сидеть и ничего не делать в стране. Ну, как ничего не делать? Они делают очень интенсивно, они занимаются незаконной застройкой, они уничтожают выходы к морю, они занимаются тем, что встраивают свои какие-то сооружения, непонятно откуда взявшиеся, просто в историческую застройку. Они делают деньги любыми способами, как в последний день к Комбе. Как в последний день. Почему? Я объясню, в чем логика, как мне кажется, именно таких действий. Причем эти действия происходят на, я бы назвал это так, среднее звено чиновников, да, почему? Потому что в высшем эшелоне, ну, там идут определенные процессы, и многие связи коррупционные были разорваны, а эти потоки, да, все остались в среднем звене. И уровень коррупции в среднем звене не уменьшился, вот, нисколечко. И поэтому люди не чувствуют каких-либо там позитивных изменений. А эти понимают, что это время очень короткое, и поэтому грабят как не в себя, извините, да. И это касается в том числе и города, и это касается и этих застроек, это касается застроек побережья, это касается доступа пляжам и так далее, и так далее. Ну, смотрите, остеренение масс растет, люди просто негодуют. Очень легко сейчас подбить людей на необдуманные массовые выступления, как только появятся первые жертвы, появятся первые обвиняемые. И попытаются власти все это свернуть на тех, кто, как бы, на этом наваривает политический капитал. На самом деле они... А вы думаете, что не появятся люди, которые захотят заработать на этого капитал политический? Нет, так очевидно, что они уже есть. Конечно, конечно. Они уже есть. И в этом смысле, да, это большой вызов власти, да. И если, ну, это совершенно очевидно, что если власть не захочет меняться с тем же темпом, с которым меняется гражданское общество, да, то власть не усидит на своих креслах. Я думаю, что там даже таких понятий нет. В том же темпе гражданское общество, тот же самый губернатор, который стоит на пороге своего здания, трясется от страха, потому что 300 человек вышло с негодованием по поводу избиения, значит, этой самой активистки, заходит вовнутрь, наши люди с ним вместе заходят и говорят, идиоты. То есть, понимаете, в чем дело? Он делает одолжение, что он встречается с людьми и тут же не сдержанно перед их представителями показывает свое отношение к людям. Очень трудно сохранить управленческую позицию, когда нарастает противостояние между теми, кто продолжает набивать карманы, и теми, кто больше не может этого терпеть, которые не могут заплатить по коммунальным расчетам. На самом деле, как бы, мера неравенства и полного взаимного непринятия между верхом и низом в регионах нарастает. И это в регионах. Киев этим не занимается. Очевидно, что остервенение наших местных собственников, оно связано, во-первых, с тем, что они временщики. Они, что называется, за последние три дня жизни должны наворовать на всю жизнь. И на то, что потомкам хватило, это с одной стороны. А с другой стороны, им же хочется каким-то образом все-таки закрепиться в этом кресле и остаться. Когда на разрыв идет вся эта система, на разрыв противоречий, моментально может выскочить какой-то авантюрист. Я знаю как, пошли за мной. И так будет во всех кусочках разорванной, рвущейся на части страны, когда центр управлять этим процессом уже не в состоянии. Ну, я с вами согласен. Еще учитывая то, что наши граждане и наше общество очень любят простые лозунги. Да, да, конечно. Давайте заберем плохих начальников. И простые решения. Заберем плохих начальников, выберем правильных. Да, это утопия, но не будет ангелов. Вы знаете, я еще... У меня тогда провокационный вопрос. Тогда почему уважаемый Александр Анатольевич Остапенко, известный человек в нашем городе, продолжает упорно наставить на том, что он хочет возглавить наш город или нашу область? Я за это. Участвует в конкурсах и так далее. Вы на самом деле ведь идете на жертвенное место. Порядочным человеку, который хочет что-то сделать и имеет серьезную позитивную программу, при отсутствии мощной команды, сфер влияния, поддержки в Киеве и так далее, это риск страшнейший. Почему тогда вы пошли на этот риск? Ну, по части главы областной государственной администрации, участию в конкурсе, да, я, а, хотел протестировать систему, а, б, мне очень... Я был абсолютно уверен, что по каждому из направлений я смогу найти людей, очень искренних и настоящих одесситов, да, и не хапуг, да, которые захотели бы прежде всего реализовать в том или в том направлении. В ходе этого конкурса вы чувствуете, что на самом деле как бы не сложится? На самом деле до конкурса уже было очевидно, и мне многие говорили, что это утопия, и это невозможно, и этим не надо заниматься. Но если этим не заниматься, то ничего никогда не поменяется. Понимаете? Вот надо все время пробовать. Я стою на позициях, что все время надо пробовать что-то поменять. И в этом смысле, знаете, даже то, что мы показали, там, недостатки системы конкурсного отбора, это уже хорошо. И это уже позитив, да, и это дает основания, там, в этом смысле требовать и менять. И такое движение даже образовалось, да, за прозрачные процедуры. Вы знаете, когда мне по роду мои чисто консультативные работы, я, слава богу, в административные органы никакие никогда не шел, и даже не собирался так как бы заходить. Но когда я туда захожу физически, сталкиваясь в киевских кабинетах с обитателями этого, извините, нашего деревенского Олимпа, я вижу, что там совсем другие правила поведения, совершенно другие ценности, и они с трудом понимают уже... Многих из них я знаю еще, когда они были здесь внизу. Они уже не понимают нашей речи, они уже не понимают нашей мотивации, и они с некоторым даже раздражением воспринимают наши программы. Правильно. Юрий Ильич, для меня так очевидно, я думаю, что вы это тоже видите абсолютно точно, что, по сути дела, никаких смен элит не произошло. Вот произошла смена нижнего белья, да, то есть, когда у меня маечка была там синя-голубая, а потом я одел там под цвет флага или под цвет ушла. Особенно там, где у нас в Одесской области, скажем, банкуют феодалы. Мало того, наоборот, даже на волне, скажем так, патриотических разных движений, как для меня очевидно, что в районах нашей области усилились феодальные кланы. Просто усилились феодальные кланы, которые прикупили в том числе... Они почувствовали безнаказанность. Да, понимаете, вот для действий им надо организовать какую-то общественность, то есть, подкупить каких-то людей, да, и одеть в шиванку. И можно ходить в суды, ходить прокурором, давить на милицию или на полицию. Можно делать все, что угодно. Да, давить, когда в милиции сидят своих, и их родственники сидят в милиции. Патриотизм. Ну, не всегда все так просто, да, то есть, можно давить... Показывали в Беляевке, уже правоохранители настроили себе дачи особняков до этих самых очистных сооружений. То есть, не за ними, а до них. То есть, они себе присвоили право гадить воду, которая после этого идет к нам на стол. И так может быть, да. И это в площадь дорядное, обычное явление по всей Украине. Смотрите, на самом-то деле, как мне кажется, да, действительно, те, кто сегодня называет себя политической элитой нашей страны, таковыми не являются, да. Но в этой каше, да, в любом случае надо выискивать зерна. Мне очень нравится аналогия, два момента, да. Вот очень нравится высказывание Голдемейр, которое сказало, что евреи не имеют право на пессимизм. В тех условиях, кстати, выходят с Украины, да. А с другой стороны, абсолютно очевидно для меня, что украинцы тоже не имеют право на пессимизм. Если мы сейчас опустим руки и скажем, что все такие, и это ничего не дает, и это ничего не меняет, то наша страна останется в том состоянии, в котором она есть. Надо пробовать менять, и надо это болото все время, ну, там, скажем так, взбуривать, да. Почему? Потому что в этом болоте рано или поздно появится человек, который будет иметь хотя бы признаки национального лидера. Вы знаете, когда вы сказали про израильский пример, я подумал, чего не хватает здесь, в Украине. В Украине не хватает, конечно, национальной идеи. Она не переварена, она не оккультурена, она не распространена, ею не занимают. Правильно, так мы ее 25 лет топтали, и она только сейчас начала определенным образом там вырисовываться. У нас нету экономической модели того государственного механизма, который мы строим. Его нету нигде, его нету в Академии наук, которую уничтожают, которая, вообще говоря, уже никому не нужна, и к которой никто не прислушивается. Ее нету в административных органах, ее нету в голове у президента и у премьер-министра. На самом деле идет политическая возня по захвату ресурса, его распределению и его удержанию. Все остальное, это как бы вторично. Это вопросы тактики, а не стратегии. Понимаете, нет стратегии, я с вами абсолютно согласен. Не могу привести даже слова моих польских друзей, которых я был в декабре прошлого года, которые говорили, когда мы пришли к власти, я имею в виду польская... Лех-Валенца. Лех-Валенца, ну да, Лех-Валенца и как бы... И солидарность. Да, и солидарность, да. Они сказали, когда мы пришли к власти, у нас план реформирования страны был готов за 10 лет до того, как мы пришли. А когда я спрашивал, этот человек мне говорит, я не буду называть фамилию, политик польский, достаточно известный, один из тех, кто стоял рядом с Лехом Валенцем и был равным ему, так сказать, в управлении солидарностью. Он говорит, а когда в 2004 году я спрашивал команду Ющенко... Какой-нибудь михник, небось? Нет, нет. Да-да, слушай. Нет. Есть ли у вас план? Они говорили, ну вот Ющенко классный, нормальный, проукраинский политик, вот придет, и мы там тогда все сделаем. Пришел Ющенко, и ничего не поменялось, по сути, да. Говорит, в 2014 году я спрашивал у трибуны, у вас есть план? Ну так-то мы все здесь за Украину, вот станем в власти, и тогда план нужен. План нужен реформы страны, и то, что сегодня наработано, даже то, что сегодня наработано, к сожалению, не выполняется. У меня есть большая надежда на соглашение по ассоциации, по ее составным частям, потому что там есть совершенно жесткие требования, которым надо следовать для того, чтобы выполнять соглашение по ассоциации, но это все равно не может заменить стратегического плана развития страны, настоящего плана реформ, а не декларативного. У вас по ассоциации должен обслуживать генеральную линию, а ее нет. А ее нет, да. Вот то-то и оно. И в этом смысле, ну, совершенно очевидно, что надо иметь, и надо приступать, и на вчера еще, да, к плану, действительно, к плану коренного изменения уклада нашей страны, который бы опирался на какие-то там идеологические, в том числе и ценностные ориентиры, которые и формируют национальную идею. Вы говорите о тех вещах, которые как бы в научном мире, они как бы общеизвестны. Я поймал себя на мысли о том, что у нас ведь в Одессе существует замечательный институт, который занимался долгое время экономическими программами развития нашего региона. Защищено куча диссертаций, издано много книг, прожили и состарились целые плеяды выдающихся ученых, в том числе системщиков, и Авенера Ивановича Йомов, и Сетров, и так далее. То есть все эти замечательные люди оставили тонны бумаги, которые никто сейчас не читает. А это как раз дурная привычка власти, которая не обращает внимания на экспертов, и по-настоящим экспертов, не те извращенные сегодня испорченные категории, которые переводят как эксперты и так далее. Такие эксперты, я имею в виду знатные, такие как Дегтярёв, такие как Куркинские, знаменитые люди, профессиональные. Но эти ученые не стучатся в дверь, не добиваются рандеву, не продавливают, ими не занимаются, и они там в себя варятся. Я понимаю, что и то, и другое тихонечко друг без друга начало загнивать. Целое поколение ученых отписали свои диссертации, свои статьи и ушли. Просто по биологическим причинам. Те, кто пришли на их место, стали хуже. Ну, дело даже не в этом месте, а дело в том, что функции не стало. Интеллектуальной функции не стало. Потому что, когда я смотрю, что говорит нынешний руководитель города по поводу перспективы вертикальной застройки Одессы, я говорю, хочется сказать, парень, ты где учился? Кто тебе сказал, что можно вообще публично говорить такие вещи? Как по моей оценке, в городе совершенно не хватает прорывных таких инновационных идей, которые бы внесли в город какую-то живость. Вот как мы привыкли ложить асфальт и класть плитку на тротуары. Вот это и главная функция. А при том, что бюджет развития города вырос в 7 раз, и такие идеи есть возможность реализовать. Тут можно говорить о вертикальной застройке, о зеленении, о освещении, о транспортной инфраструктуре, и о развязках, в которых город в транспортном коллапсе задыхается. Потому что совершенно очевидно несоответствие. И поделить долевые проценты участия в том или ином проекте. То есть нужны прорывные идеи, тогда город мог бы чем-то гордиться. Сегодня пока таких идей к сожалению. Но приехал Саакашвили, начал изображать прорывную идею. Выяснилось, что врет, во-первых, а во-вторых, ничего делать не умеет, и в-третьих, формирует команду по принципу распределения доходов. И больше его ничего не интересует. То есть на самом деле он забывает все свои атаки первых дней, сменяет объекты атаки, не доведя до реализации. Один проект хватается за другой, переселяется, как соловей-разбойник, на Ренийский тракт, делает пиар, вдруг исчезает, появляется в Харькове, когда здесь работа непочатый край. То есть на самом деле вот вам еще один тип карьериста-прожектера, который начал всем говорить правильные слова в огромных количествах. Ну и много людей же в это поверил. Да, поразительно было как раз то, что оказалось, что весь этот подхалимаш одесситы очень креативные, это очень прорывное население, у вас больше перспектив, чем было у Грузии, а мы в Грузии добились больших успехов, во что я уже просто не верю. Такого не может быть, потому что мы видели, как это все делалось. То есть на самом деле мы же не можем решить кадровую проблему, потому что вот хорошие прорывные люди, вот 10, 15, 20 человек, больше не надо. Для того, чтобы они пришли к власти, нужны деньги на выборную кампанию, нужны миллионы, нужны мощнейшие механизмы фальсификации выборов, потому что сейчас честно выиграть выборы на общих основаниях невозможно. И мы с вами это хорошо знаем. Но нам придется в ближайшее время все равно приступить к участию в политической борьбе, потому что иначе этот город просто растачат по кирпичику. Уже понятно, что впереди действительно очень тяжелая и серьезная политическая осень. Я не буду вас спрашивать, какие ваши планы на ближайшее будущее. Надеюсь, что... Я о них еще точно не знаю. Я понял. Но я так понимаю, что баллотироваться... Но то, что я не отступлю, это абсолютно точно. Значит, и если от нас, как от средства массовой информации, от меня лично, как системщика, что-то будет в этом плане зависеть, то я с удовольствием приму. Я это знаю. Хорошо, спасибо. У нас в гостях был Александр Анатольевич Астапенко, который, несмотря на то, что он хорошо знает ситуацию в нашем городе и в нашей стране, полон оптимизма, полон энергии и строит планы на ближайшее будущее. Я надеюсь, что в этих планах найдется место и нам с вами, дорогие одесситы. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»